Дает дунуть волкометра. Он не то что дунуть. Он не может трубки прислониться губами, потому что у него в глазах все дуается. То есть объяснить это с точки зрения здравого смысла очень сложно. Даже наркологи сходу не могут дать ответ, почему водители садятся за руль пьяными. Со слов специалистов, у большинства под крепким градусом притупляется чувство страха. На машине они готовы в горы забраться. Отговаривать бесполезно. На следующий день вместе с похмельем приходит осознание ошибки. Но, как правило, уже поздно. Если вы понимаете, что вас ожидает некое возлияние, пусть даже, как вам кажется, в незначительных количествах, идите вы туда без машины. Даете на общественном транспорте, даете на такси, чтобы не было у вас под рукой транспорта. Если вы знаете, что за вами есть такой грешок, что у вас появляется такой рубаха парень. Рейд по пьяным водителям в минувшие выходные еще раз подтвердил опасения врачей. На улице Маяковского в Ярославле после погони остановлен старенький грузовик. Рулевой растерян протягивает инспекторам документы, но не те, которые нужно. Почему они остановились по-другому? Вот там на повороте, ну как не видел. Все прекрасно видели. Алкоголь употребляли сегодня? Нет? После общения у полицейских серьезное подозрение. Перед поездкой мужчина, похоже, крепко выпил. Пройти к патрульному автомобилю он отказывается. Водителя приходится силой усаживать в машину. Задержанный поясняет, на рискованный шаг отважился из-за любви к домашним животным. В кузове потрепанного временем газика находились опилки. Мужчина вез их на ферму, которая расположена неподалеку от места остановки. Однако до местного назначения груз так и не был доставлен. Несмотря на то, что Бахус на дорогах области проводится уже не первый год, некоторые водители до сих пор делают круглые глаза, когда слышат о профилактической операции. Некоторые и вовсе сталкиваются с подобными рейдами впервые. Сказали, что алкоголь проверяют. На Бахус я не знаю, что там... Тотальные проверки подвергаются все транспортные средства без исключения в местах проведения данных мероприятий. И вот за прошедшие выходные дни, начиная с пятницы, выявлено сотрудниками ДПС 76 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В ходе операции наша съемочная группа нередко становится свидетелем дорожно-транспортных происшествий. Минувший рейд, увы, не стал исключением. На улице Углической иномарка влетела в столб. Проезжая часть погрузилась во мрак. На обочину заехал, машину заделаю в столб. Выпиши, мужчина. Что? Выпиши, босс, ты делай. Не знаю, мне друг позвонил. Выясняется, рулевой иномарки задел еще один автомобиль. Вот, кстати, его хозяин. Повреждения у Жигулей не сильные, но вечер, а точнее ночь. Мужчине все равно испортили. Сидели дома с женой, отдыхали после рабочей пятницы. Вдруг позвонил. Ну что, пришлось ехать. И это далеко не единственное ДТП с пострадавшими. Только за минувшие сутки в области произошло 6 аварий, в которых травмы получили 7 человек. Всего же в выходные инспекторами ГИБДД было выявлено почти 2500 нарушений правил дорожного движения. Георгий Колчин, Георгий Иванов. День в событиях. Георгий Колчин